От Госплана до Министерства экономики. Сегодня свое столетие празднует плановая комиссия ЕССР, чьи стратегии стали основой современных программ развития экономики, чего добилась Якутия за последние пять лет. В соответствии с тенденциями, Ленск преображается благодаря программе переселения и качественной застройки, как выглядят современные дома. Базовые знания помогут в случае чрезвычайной ситуации. Якутское отделение Российского Красного Креста проводит тренинги для добровольцев, какие дисциплины входят в программу. В Якутске с каждым годом растет число краш велосипедов. Каждый день поступает по два-три заявления от пострадавших, как защитить двухколесного коня от угона. Игры ГТО в Якутске стартовал отборочный этап ко второму открытому Кубку Дальнего Востока. Расскажем о первом дне соревнований. 23-й год для работников дорожного хозяйства выдался непростым. В этом году прошло сокращение финансирования программы дорожных работ, в частности на автодороге Колыма, из-за чего сократились объемы капитального ремонта. Управление дорог Вилюи в этом году планировало получить три участка по трассе Колыма, но пока работы по этому отрезку не начаты. Но управление продолжает работы по объектам, которые им были поручены в прошлые годы. Часть из них завершат уже в текущем году. Нужно ставить вопросы уже перед руководством Российской Федерации. Вопросы, касаемые наших больших мостовых переходов, это через реку Вилюй, это четыре перехода и один переход через реку Алдан. Также объекты, которые попали в инвестиционную программу до 30-го года, которые хотелось бы сместить, так сказать, влево. От госплана до Министерства экономики сегодня свое столетие празднует плановая комиссия ЕССР, чьи стратегии и проекты представляют собой основу современных программ развития экономики. За последние пять лет регион поднялся с 52-го на 13-е место среди субъектов в рейтинге состояния инвестиционного климата. Основные успехи в материале Марины Захаровой. Министерство экономики менялось, росло. С начала работы оно насчитывало лишь 14 специалистов. Нынче это число возросло до 84. За сто лет главные цели не поменялись, а основные наработки продолжают успешно выполнять свои функции. Республика лидирует на Дальнем Востоке по воловому региональному продукту. Помимо этого за прошлый год Якутия заняла восьмое место в Российской Федерации по промышленному росту. Экономика Якутии прошла очень длинный путь с тяжелыми испытаниями, с победами. И, конечно же, сейчас является таким экономическим тылом Российской Федерации. Экономика республики уверенно смотрит в будущее и создает основы для того, чтобы повышать качество и уровень доходов населения республики. Сфера деятельности министерства сложна, так как охватывает все направления развития республики. Это и социально-экономическое развитие, и промышленность, сельское хозяйство, и инвестиционная деятельность. Надежная база приводит к появлению новых отраслей экономики. Мы сейчас конкретно занимаемся стратегическим развитием нашей республики, разрабатываем прогнозные планы развития, курируем инвестиционную программу. То есть конкретно видим стратегии и планы нашей республики, допустим, в том числе строительство социальных объектов. У нас на согласовании и прогноз социально-экономического развития на 2024-2026 годы. С изменением жизни начальные планы и стратегии подвергаются корректировкам. Ветераны госплана, что вышли на заслуженный отдых, все еще продолжают активно сотрудничать с коллективом нынешнего состава Министерства экономики. Таким образом проекты разрабатываются, опираясь на опыт наработок, сделанных за последние 100 лет, но уже с учетом современных реалий. Соратники наших отцов-основателей нашей республики уже задумывались над тем, как обустроить республику. Они смотрели далеко. И я думаю, что главная заслуга, что они смогли защитить границы нашей республики. Специалисты отмечают, экономика Якутии опережает мировые темпы роста. А вместе с этим безработица и бедность населения опусились до самых низких значений за всю историю. Госплан, как совокупность сведущих людей и экспертов, обладали наибольшими данными для правильного суждения о делах. И на сегодняшний день сотрудники Министерства экономики отмечают его существенный вклад в нынешнюю экономику. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Ленск преображается благодаря программе переселения и качественной застройки. Новые жилые комплексы становятся не только домом для бывших жильцов аварийного жилфонда. Но и комфортной средой обитания для всех ленчан. Как правило, дома благоустроены в современных тенденциях. Очередную стройку посетила Анна Кожевникова. Благодаря программе переселения на карте Ленска появился новый современный квартал. И около 200 семей стали его счастливыми жителями. Но на этом прогресс не останавливается. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще 4 подобных дома. И уже в этом году ведущий застройщик города Ленска компания «Три семерки» готовит территорию под возведение таких же многоэтажек для реализации следующего этапа программы переселения. Программа переселения в Ленске реализуется семимильными шагами. Нефтегазовая столица республики продолжает занимать лидирующие позиции по опережению строительства. За период действия программы уже расселено 220 аварийных домов. 1670 граждан переехали в новое жилье, а 1600 получили компенсацию. В 2023 году мы заселяли три многоквартирных дома. Это у нас по рабочей 1, рабочая 3 и портовская 25. Всего в эти три дома у нас переселены 360 квартир из 56 многоквартирных аварийных домов. Одним из таких новоселов стала Светлана Климова. Когда дали посмотреть жилье, я летела с первого, с четвертого этажа, я на парусах летела, что довольна была сразу, что получила это жилье. Во-первых, новое, прекрасное жилье. Вот по тюле видите, да? Какие были потолки там, какие здесь. Просторно, чисто, уютно. И самое главное, качественно. Вот я хочу заметить, что наш дом построен очень хорошо во всех отношениях. Я довольна. И управляющая компания наша, партнер, тоже очень ответственно относится. Такие темпы строительства обеспечивают надежный застройщик, что в последнее время редкость. У ведущей строительной компании «Ленска» три семерки, имеющей 30-летний опыт на рынке, полный цикл производства. Свой бетонный завод, свои карьеры, большой автопарк, отлаженная транспортная логистика, проверенные поставщики. Правда, сложностей в последнее время возникает немало. Основные проблемы – это более увеличенные сроки поставки. Но мы стараемся приобретать материалы так, чтобы они пришли вовремя. И пока вот таких прям каких-то существенных срывов нет. В отношении логистики проблемы основные сейчас на железной дороге. Но и стоимость как на стройматериалы, так и на отделочные возрастает даже в процессе заключения контракта. Тем не менее, застройщик заблаговременно производит закупку. А результат плодотворной работы виден невооруженным взглядом. Мы заливаем уже пятый этаж. Это более 3000 кубов было залито. Также мы приступили к кладке наружных и внутренних стен. Рабочей силы на данные объекты у нас хватает. Задействовано более 50 человек. Новый жилой комплекс благоустроен в соответствии с новыми трендами, такими как двор без машин. Территория многоэтажек будет пешеходной. И уже в конце этого года 199 семей станут его жителями. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. В сентябре мобилизованные якутяне смогут проголосовать в зоне специальной военной операции. Избирательная комиссия республики организует 4 экстерриториальных участка для голосования. Также экстерриториальные участки будут образованы в Якутске и Нерюнгре, на которых в ходе выборов смогут проголосовать граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. ЦИК Российской Федерации 28 июня принял свое постановление о создании экстерриториальных избирательных комиссий во всех субъектах Российской Федерации. В целях обеспечения активного права мобилизованных контрактников и перекомандированных жителей нашей республики. Началась рабочая поездка Дмитрия Сергина, первого замминистра здравоохранения Якутии по Алданскому району. Первым пунктом стал город Тамот. Какие проблемы обсуждали, знает Роман Сливки. Жители города Тамот крайне обеспокоены ситуацией в городской больнице и не раз обращались с вопросами к главврачу Алданской ЦРБ Оксане Насихиной. Со временем вопросы доросли до уровня Минздрава республики Саха-Якути. Появились некоторые обращения, которые поступили в адрес министра здравоохранения, в частности, и от общественников Тамот. Во время встречи развернулась горячая дискуссия с острыми вопросами и прямыми ответами. Неоднократно мы встречались и по поводу с Евгением Константиновичем, и по поводу медикаментов. По поводу... То есть вопросов очень даже много. Жители обозначили проблемные вопросы по скорой помощи, персоналу, снабжению и даже парковке. Представитель Минздрава заверил, что проблемы будут решаться. В первую очередь это касается кадрового вопроса и ремонта больницы. Тамотская больница для меня это не пустые слова. Я об этом уже говорил. Потому что я здесь уже начинал свою работу как руководитель, понимаете, в качестве главного врача. В решении активно будет помогать общественный совет, куда вошли жители Тамота. Я нахожусь с рабочим визитом в нашем Алданском районе по поводу реализации национальных проектов. Ну и конечно не мог пропустить наш с вами Тамот. Есть ряд вопросов, которые возникают у населения касаемо Тамотской городской больницы. В рамки такое мероприятия очень сложно уважить. Тем более, когда люди обращаются с вопросами личного характера. Хотя замминистра выслушал и записал всех. Время главный судья таких встреч. Роман Сливкин, Игорь Тупицын, Ренат Нахеев, Тамот. Алданский медколледж попал в республиканскую программу капитального ремонта в среднеспециальных образовательных учреждениях. На полученное финансирование к началу учебного года отремонтируют спортзал, а также системы водоснабжения и водоотведения в студенческом общежитии. Объект посетил Руслан Павлов. В спортивном зале общежития Алданского медицинского колледжа кипит работа. Меньше чем через месяц строителям сдавать объект. Впрочем, они уверены, что уложатся в заявленные сроки. Единственная помеха – дожди, которые создают излишнюю влажность. Вот сейчас идут малярные работы. К сожалению, погода не даёт всё высушить в срок. Но мы будем стараться сейчас как-то всё это технически подгонять пушками. Варианты, да. Всё это, как бы, так сказать, поправимо и будем стараться всё сделать. Масштабные работы начались благодаря республиканской программе капитального ремонта в среднеспециальных образовательных учреждениях, куда попал медицинский колледж. Этим летом будет произведён ремонт спортзала и систем водоснабжения и водоотведения общежития для студентов. Сроки действительно сжаты. И до 15 августа мы должны завершить полностью капитальный ремонт спортивного зала. Это очень востребовано, поскольку у нас огромное количество студентов, 550 человек. И действительно нам нужно два спортзала, которые у нас есть. Одновременно с этим мы до 15 августа должны завершить полностью ремонт системы водоотведения и холодного и горячего водоснабжения в здании общежития. Студенты 1 сентября придут уже как бы, да, и в обновлённом будут заниматься и в спортзале, и не будет проблем с канализацией, и будет и горячая и холодная вода, и всё просто замечательно. И те абитуриенты, которые сейчас, а те, кто станет первокурсниками, я бы просто, думаю, приятно удивлены нашему колледжу. Есть у колледжа и перспективы на будущее. Образовательное учреждение стоит отдельной строкой в программе социально-экономического развития Алданского района до 30-го года, которая предполагает строительство для колледжа современного симуляционного учебного корпуса с примыкающим к нему общежитием на 150 мест. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Торжественные мероприятия посвятили Дню работника торговли в России и столетию Наркомата торговли и промышленности СССР за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства. За заслуги в сфере развития торговли лучшим работникам вручили нагрудные знаки. Также награждены победители конкурса среди организаций сферы торговли и общественного питания. Кроме того, актуальные вопросы развития торговли в республике обсудили на круглом столе. Мы хотели бы поблагодарить не только самих предпринимателей, но и их сотрудников за весомый и большой вклад в торговую деятельность. Сегодня очень важно обсудить те проблемы, которые сегодня беспокоят торговлю. Торговля – это один из таких важных элементов, без которого никакая экономика работать не будет. Сегодня мы будем обсуждать с ассоциацией. Сегодня такие сильные предприниматели, которые трудятся уже более 20 лет и до сих пор. Второй год подряд Якутское региональное отделение российского Красного Креста проводит в столице тренинги для добровольцев. Три дня интенсивных занятий позволят слушателям курса овладеть базовыми знаниями, которые могут пригодиться при возникновении чрезвычайных ситуаций. Какие дисциплины входят в курс, выяснял Александр Хавренко. При возникновении масштабных чрезвычайных ситуаций сил профессиональных спасателей и медиков может не хватить. И тут им на подмогу должны прийти добровольцы. И как по всем, что связано с оказанием медицинской помощи, добровольцы в первую очередь руководствуются принципом «не навреди». Только подготовленный и обученный доброволец сможет оказать помощь и не быть обузой для профессионалов. С таким настроем вот уже второй год в Якутске проходят тренинги, которые организовывает Якутское региональное отделение российского Красного Креста. Мы в этом году, в отличие от прошлого года, немножко расширили масштаб нашего тренинга. Если в прошлом году у нас были участники только из Якутска, то в этом году у нас есть участники из районов, из Татинского, из Нюрненгринского и Мельненского районов. И в дальнейшем планируем открыть местные отделения российского Красного Креста вот в этих районах. Слушатели тренингов проходят занятия по оказанию первой медицинской и психологической помощи, обустройства лагеря, работы по взаимодействию с аварийно-спасательными службами. На примере того, что вы видите здесь, у нас тут обустройство базового лагеря, то есть чтобы те добровольцы, которые участвуют в оказании помощи пострадавшему населению от ЧАЭС, чтобы они были автономны, самодостаточны, чтобы они не являлись головной болью для тех служб, которые занимаются ликвидацией последствий, чтобы они выполняли именно вспомогательный функционал, чтобы это была самостоятельная и полезная единица рабочая. Среди добровольцев программы Красного Креста немало тех, кто уже имеет теоретические и практические знания. Студентка Инна Винокурова из Нерюнгре состоит во Всероссийском студенческом корпусе спасателей. Прошла серьезный курс подготовки, но и она на тренингах почерпнула для себя много нового и полезного. Поскольку здесь преподаватели, здесь как же международный уровень у нашего преподавателя, и он дает настолько глубокие знания, он дает не только факультативные знания, но еще и на практике мы что-то узнаем. И поэтому здесь много я узнала и для себя, много взрослых людей, которые приехали, и точно так же, которые имеют практику, точно так же, как и я, они тоже записывают лекции. С каждым годом география тренингов и количество добровольцев на них увеличивается. А значит, в случае возникновения чрезвычайной ситуации в республике, службам и властям будет на кого опереться во время их ликвидации и устранения последствий. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске с каждым годом растет число краж велосипедов. По данным правоохранительных органов, каждый день поступает по два-три заявления от пострадавших о способах защиты велосипеда и мерах предосторожности. В сюжете Наталья Николаева. Стать жертвой злоумышленников очень просто. Достаточно просто оставить велосипед без присмотра на короткий промежуток времени или же воспользоваться ненадежным тросом. В летнее время сотрудники полиции в рамках рейдовых мероприятий продолжают напоминать любителям физической активности о простых, но действенных мерах предосторожности. Вместе с этим они проверяют велосипеды на предмет нахождения в списке розыска. При проверке у граждан велосипеда устанавливаем их владельство, фамилии, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания. И номера телефонов, а также велосипед какой марки, цвет, серийный номер и особые отметки. Там обычно на рамах наклейки, царапины. Анна Кричкина крутит педаль уже 10-й год. Для нее велосипед – это не только способ передвижения, но и возможность испытать свою физическую силу. Девушка регулярно участвует на соревнованиях. В целях защиты своего железного коня Анна использует цепь, которую можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене. Я покупала тросики, получается, ну, велозамки в тандеме. Ну, они такие обычные, такие тоненькие, некоторые более плотные были. Их прицепляла. И было дело то, что трос прям, как его так, кусачками, да, по-моему, брали, отрезали и угоняли. После того, как с мужем познакомился с Нюргуном, он посоветовал вместо вот этих тонких тросиков покупных, он посоветовал купить именно просто обычную цепь цепью, более толстую, которую, там, не знаю, в стройке используют. Цепь крепится, получается, на раму заматываешь и обычный замок. Во избежание угона велотранспорта сотрудники полиции советуют регулярно пользоваться противоугонной системой, стараться оставлять велосипед в зоне видимости камер, а также при возможности хранить транспортные средства в квартире или гараже. Но если велосипед все-таки был украден, то необходимо незамедлительно написать заявление в правоохранительные органы. Дать характеристики велосипеда, марку, цвет, особые приметы. В основном быстро находят. Там, если кража случилась, то хозяин сразу обнаружил. То в течение, ну, примерно где-то час, полтора часа там уже, бывает, раскрывают, находят велосипеды. В качестве дополнительной меры предосторожности после покупки велосипеда сохраните чек, сфотографируйте серийный номер рамы и велосипеда целиком, желательно со своим присутствием в кадре. Это поможет быстрее найти украденный транспорт. Наталья Николаева, Семен Семенов, Якутск. Игры ГТО в Якутске стартовал отборочный этап ко второму открытому Кубку Дальнего Востока. По итогам соревнований сформируют 11 команд от каждого региона, в состав которых отберут по трое мужчин и женщин. Первый день отбора увидел Евгений Байгин. В рамках первого дня соревнований на полосу испытаний вышли юноши и девушки не старше 17 лет. Выявление победителей и призеров проходит в состязаниях по челночному бегу, прыжкам с места в длину, отжиманиям, скручиванию на пресс, подтягиваниям, толчку гири и приседаниям с гири на груди. По словам главного судьи, комплекс ГТО хорошо подходит для всестороннего развития спортсменов. Ну, сказать, что не такие уж легкие, но для среднестатистического человека выполнимое задание, я думаю. Ну, и считаем, что проверка физической способности человека, вот, самое то, вот, приседания, отжимания, пресс. Именно для народа республики очень подходящий вид спорта. Функциональная подготовка человека, вот, выявляют все качества. И, вот, человек должен быть в этом спорте многогранен и именно подходит для нашего региона, я считаю. Состязания проходят по двум комплексам. Победителем первого станет тот участник, который выполнит наибольшее количество повторений за отведенное время. Во втором же комплексе необходимо пройти все испытания быстрее всех. Несмотря на разный уровень подготовки, все участники нацелены только на победу. Настрой боевой. Команда тоже настроена, чтобы участвовать, победить, чтобы прийти отборочный в Дальний Восток. Желаю удачи, команды сильные. Пусть победит сильнейший. По итогам данных соревнований будут отобраны 20 участников с наилучшими показателями. Далее тренерский штаб сформирует две команды по шесть человек из шести юниоров и шести взрослых. Они представят республику на финале Кубка, который состоится в сентябре во Владивостоке. Евгений Байден, Георгий Григорьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.